только прочитав название этого видео процентов 30 зрителей уже приготовились писать гневные комментарии но не спешите прежде чем ваше седалище порвет как потолок моей спальне давайте разложим все по порядку споры между пользователями что круче intel или amd были и я надеюсь будут всегда и это хорошо потому что у нас есть выбор каждый выбирает процессор под свои задачи и бюджет и тут очень сложно сделать какой-то масштабный вывод но я постараюсь а чтобы этот выпуск не был однобоким я спросил у других популярных блогеров что сейчас круче intel или amd давайте посмотрим что они ответят а позже я с пруфами по полочкам изложу свое мнение поехали всем привет меня михаил попросил буквально пару слов сказать насчет извечного противостояния intel против amd кто же круче я могу сразу уточнить что судить я могу только по домашнему сегменту то есть игровые и полупрофессиональные модели ну и тут конечно можно судить как супер эмоционально о чем тут спорить райзен и это вообще топ особенно третье поколение потому что 7 нанометров не греются они жрут электричество в играх показывают практически так же себя как и более дорогие intel и при этом в рабочих приложениях они наоборот опережают своих конкурентов но с другой стороны можно сказать зачем нам ваши эти кукурузные нанометры потому что intel даже на старых 14 уделывает ваши новейшие 7 нанометровые райзены в пух и прах просто и особенно это заметно в играх где нужно поддерживать максимальную частоту кадров там 144 герц и так далее но я думаю все мы с вами понимаем что если не мыслить столь категорично так фанатично добавить немножко объективности то понятно что правда она как обычно где-то посередине и в извечном противостоянии intel против amd как обычно побеждают покупатели так что в любом случае конкуренция это всегда хорошо кто лучше и круче intel или amd простой вопрос который тем не менее требует очень сложного и долгого ответа тут можно не тоже часами неделями спорить и так ни к чему не прийти но с другой стороны сам факт того что тем до сих пор вызывает такое количество обсуждений холивара в интернете говорит о том что явного победителя в этом споре нет иначе бы всем все уже было понятно разные процессоры хороши для разных задач но при этом если добавить немного моего субъективного мнения то я скажу так позволяет бюджет взять сразу топовую сборку не хочется ни о чем париться берите на intel если нужно что-то хорошее по соотношению цены производительности в бюджетном или среднем бюджетном сегменте то там правит amd ну а если добавить моего личного мнения еще чуть больше то я скажу что в принципе без разницы сейчас от обеих компаний даже самое бюджетное решение могут справиться с любой игрой там с любой рабочей задачи что угодно просчитать отмонтировать отрендерить и более того скорее всего буквально через пару поколений процессоров и amd intel перейдут на арм вслед за apple потому что невозможно бесконечно уменьшать техпроцесс и на пяти нанометрах и ниже начинаются проблемы уже на атомарном уровне и также невозможно до бесконечности увеличивать количество ядер потому что сам процессор будет расти в какой-то момент он станет больше чем материнская плата и будет греться ну почти как fx в разгоне а rm позволяет делать потрясающие вещи как в плане производительности так и в плане энергоэффективности но пока не понятно насколько плавным или резким будет этот переход и я забегаю все равно несколько наперед и отклоняюсь от темы если говорить про intel и amd сейчас то как я говорил объективно для разных задач нужны в разные процессоры субъективно без разницы от начиная 2600 райзена и там от опять 9 400 f или от i3 10 100 все они все тянут совсем справляются это вопрос личных предпочтений но если совсем не хочется заморачиваться то intel если вы не против покопаться там немного с таймингами с разгоном памяти с подбором железо с прошивкой биоса то то м д миша привет привет всем зрителям канала лично я считаю что в бюджетном сегменте даже в среднем бюджетном сегменте разумеется лидеры а м д что уж там говорить я сам недавно пересел на райзен 3 700 x и пока не жалуюсь но intel топом быть не перестал если бюджет не ограниченный вы готовы мириться с температурами покупать дорогие матери то intel ваш выбор но для любой сборки до 40 до 50 тысяч рублей я бы конечно же предпочел amd привет друзья миша попросил дать ответ на один вопрос на что по твоему мнению сейчас топ intel или amd я так понимаю речь о центральных процессорах потому что дискретные графики от intel пока еще не вышло и главная конкуренция этих двух компаний именно по части центральных процессоров в целом мы покупаем не процессор отдельно от компьютера покупаем еще материнскую плату оперативную память и все прочее железо и если мы собираем компьютер на intel и и на md примерно за равные деньги то с большой вероятностью fps в играх будет плюс-минус похожим особенно в реальных ситуациях да мы можем взять какой-нибудь там топовый процессор типа 10 900 кей и он будет выигрывать в каких-то вот синтетических практически условиях у процессоров амд если мы там будем играть не на максималках выжимать максимум fps и так далее если же мы говорим о каком-то более реальном применении каких-то более реальных настройках то будет плюс-минус одинаково при равном количестве денег которые мы вложили вот по всю эту систему не читая видеокарты видеокарты одинаково значит по части рабочих задач если мы занимаемся рендером в блендере если мы занимаемся монтажом видео если мы занимаемся какими-то другими тяжелыми задачами конечно выигрывает амд и выигрывает они по моему по моему вот во всех ценовой сегментах то есть что касается и 3 дриперов что касается и старших райзенов типа там райзен 9 если ты вкладываешь какую-то определенную сумму денег в компьютер то для рабочих задач у тебя выиграет амд так что чтоб intel или амд я считаю каждый должен решать сам для себя кто-то будет говорить что intel топ чисто потому что это intel это вот такая известная компания в которой работал гордон мур который многое сделали для индустрии вай-фай подарили нам intel в конце концов но и также та компания которая которая должна быть потому что если на рынке останется 1 мд и кроме мд больше не будет ничего а вы знаете что сейчас у мд акции превысили стоимость акции intel вот если а мд действительно начнет очень сильно давить intel и intel на рынке не останется потому что все перейдут на мд нам всем будет от этого только хуже потому что конкуренция должна быть именно благодаря конкуренции у нас появляется выбор потому что именно благодаря конкуренции когда выходят новые процессоры у intel амд снижает цены когда выходит на процессором до intel снижает цену то же самое касается видеокарты nvidia именно благодаря конкуренции мы получаем новые более мощные поколения железа за более меняемые деньги. Но, если говорить чисто об аспекте работы, то топ АМД. Друзья, у нас на связи Ностальжи ПК. Всем привет, холо... 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 Алоха... Да не, не, Ностальжи сейчас собирает Зион, топ сборку на Зионе, поэтому его меняет ремонтяж. Но пришлось по бюджет не вызвать блогера, как бы. Настоящие звезды заняты, короче. Да, да, звезды заняты. Вот с нами Виктор Поляков, у него 294, да, по-моему, тысячи подписчиков, да. То есть он, короче, у нас достаточно известная личность. Поэтому я задаю тебе, Вить, вопрос, что сейчас топ? Intel или АМД? По твоему мнению, в масштабе, вот, вообще в таком масштабе большом? Ну, по-серьезски буду отвечать. Значит, смотри, принято сейчас обсирать компанию Intel, мол, они такие умственно отсталые там, на старом техпроцессе сидят, пятую генерацию Skylake пилят, а вот АМД, они километровыми шагами идут вперед. Однако, я не совсем согласен с этим, да. То есть я считаю, что вот та самая кольцевая шина, то есть архитектура, которая была придумана Intel еще хуеву гору лет назад, она до сих пор актуальна настолько... Да, нет, ну что значит пять лет, блядь, а Sandy Bridge-то, по-твоему, когда появился-то год? Нет, я сейчас про Skylake говорю. Skylake понятно, но Skylake это же уже вторая генерация, так сказать, хорошей, качественной кольцевой шины. Ладно, давай сейчас не об этом. Короче говоря, сама по себе архитектура довольно старая. И как бы там ни было, АМД на сегодняшний день, она все-таки догнала, но догнала она только с выходом Zen 2, фактически, да. И то, да, и то, она захватила рынок, по сути, несколькими своими вещами. Фактически это вот Ryzen 3600, да, который просто великолепный, вах, Вася, просто конфетка. Но в целом, в целом, она вот только-только догнала. И то, не по всем аспектам. Например, в играх, вот как вот сейчас вот вышли новые эти Skylake, да, которые Canon Lake называют сейчас. Вот взять 10600K лучше, чем этот процессор, у АМД ни одного процессора нет, который в играх мог бы показать лучше, да, то есть банально. То есть, столько лет прошло, но АМД только-только вот догоняет, можно сказать, да. По другим аспектам, да, она ее уже обогнала. Энергопотребление, там, IPC, даже производительность на ядро, казалось бы. Но вот межъядерная связь на межъядерной синхронизации, вот эти все проебы, связанные с контроллером памяти, они все еще есть, благодаря чему Intel и все еще на плаву. Да, их процессоры уже пятый год одни и те же, но они отточили свой процесс, техпроцесс уже настолько, да, что напряжение снизились при тех же частотах, да, за счет чего, несмотря на старый техпроцесс, энергопотребление все равно снизилось. Поэтому нельзя сказать, что прям совсем они на месте стоят. В целом, я считаю, что обе компании ништяк. Нельзя одну какую-то выделить, но, сука, все-таки АМД, весь рынок натянуло своим Ryzen 3600. Вот реально, одним процессором. Там есть куча говна, типа 300, 3300X, это параша, которая своих денег абсолютно не стоит, на 2000 рублей дешевле. Есть 3700X, который уже вдвое дороже и всего на 10-15% лучше на максимуме, да, но 3600, сука, он весь рынок вот так вот вывернул, сука, наизнанку. Intel, она не может дать прямого конкурента, который будет соотносим по цене этому процессору. Поэтому, блин, AMD народная, она впереди в целом для большинства людей. Intel стал узкопрофильным для определенных групп людей, для оверклокеров, для энтузиастов, для мажоров. Ну, поэтому, в общем, обе компании ништяк, но Xeon все равно самый лучший, а это все хуйня, если честно. Я понял. А что ты думаешь насчет Zen 3, который выйдет, 4000 Ryzen? Сука, как же я его жду. Intel к тому времени ничего представить не сможет пока что. Я очень... Сука, я молюсь, чтобы Zen 3 дал такой же прирост производительности, как Zen 2 в сравнении с Zen+. Вот тогда точно, тогда это будет действительно уже не просто догнать, а обогнать Intel. Мало того, что при прочих равных они уже будут лучше во всем. И в итоге, если они добьют свой контроллер памяти, так, чтобы там были задержки уже минимальные на уровне Intel, все, хана Intel будет. Просто хана. Плюс вырастут частоты, получается. И это все. Это будут действительно похороны. Но тогда будет вторая эра, самая интересная. То есть Intel, она будет уже в меньшинстве совсем-совсем. И надо будет ждать что-то от нее. И будет еще интереснее. Да, сука, в золотое время, живем в золотое время. Последние пять лет ничего не происходило. Потому что вот такая вот движуха на рынке только полезна только нам, конечному покупателю. Это самое главное. Правильно? Да, да, да. Блин, не знаю. Я люблю обе компании, на самом деле. Ну, объективно, для каждой группы людей есть определенный продукт. И Intel свою нишу хорошо занимает. И AMD. Ну, а Xeon все равно всем очко-то натягивает. Ну, давайте объективно. Объективно. Xeon лучше. Ладно, спасибо, Вить, большое за интервью. Хух! Без удачи в твоих видосах. Успели, успели, братан. Как раз две минуты вышло. Ты представляешь, две минуты. Ровно две минуты. Вот, миллиметровщик. Все, как договаривались. Да, да, все, братан. Спасибо, что позвал. Если бы ролик был посвящен сравнению видеокарт AMD и NVIDIA, я бы не стесняясь сказал, что NVIDIA до сих пор дерет конкурента по всем фронтам, начиная от мощности, заканчивая температурами и программным обеспечением. А отрицать этот факт будет или дурак, или сектант. Хотя, между ними разница не особо и велика. Говоря уже о том, какой именно процессор лучше, AMD или Intel, скорее всего, тут вы никогда не получите четкого ответа. Я вам даже скажу больше, мне абсолютно непонятно, каким боком люди их вообще умудряются сравнивать, потому что между ними колоссальная разница, начиная от той же цены, заканчивая возможностями. Почему AMD-шные процы сейчас больше пользуются спросом, я понять могу. Первое, это стоимость. Второе, это то, что у них заявлено на листочке за эту самую стоимость. Моя же практика показала, что процессоры от AMD для игр подходят весьма посредственно. А когда речь идет о процессорозависимых проектах с огромным открытым миром, именно в них те же самые райзены показывают, что экономия иногда не стоит свеч. Я не знаю, как это объяснить на популярном техноблогерском термине, но лично мне показалось, что AMD криво работает именно с оперативной памятью, как будто их камни не могут сбалансировать обработку информации как графического ядра, так и оперативки. За счет этого почти всегда я замечал в играх дикие проседы с 70 вплоть до 40 и 30 кадров. Они были не постоянные, а кратковременные. И опять же, я повторюсь, эти костыли у меня постоянно возникали только в играх с открытым миром. Разумеется, мои слова можно будет оспорить классическим оправданием, что это тип игры такой, его сложнее оптимизировать. Тогда скажите, почему же, пересев с AMD на Intel, я моментально избавился от вышеперечисленных проблем? Разумеется, у лагеря синих тоже хватает говна. К примеру, я могу точно сказать, что Intel это компания чьи свешных ублюдков, которые делают продукты исключительно для наживы и как будто специально отсеивают внушительную часть аудитории, лишь бы срубить как можно больше бабла. И об этом говорит их 10-е поколение, ради которого, если пользователь захочет обновиться, то его компьютер придется обновлять, если не с нуля, то хотя бы наполовину уж точно. Брать новую материнку, блок питания, возможно новое охлаждение, и вместо выделенных 40К на проц, отдать он уже должен будет 60 или 70. Когда же AMD в этом плане куда более лояльный. Проблема в том, что описать все существенные проблемы обеих компаний в рамках пары минут это довольно сложно, потому что я не техноблогер. Да, я делаю обзоры на технику, но конкретно в этом плане мое мнение исключительно пользовательское, поэтому мой итог в этом спорте будет следующий. Процессоры AMD весьма хороший выбор в плане работы и небольшого досуга, так как на железе можно существенно сэкономить. Если вы собираетесь столько играть, то выбор ну весьма спорный. Да, комп выйдет возможно и дешевле, но иногда вам придется заманаться, чтобы какая-то конкретная игра работала нормально. В плане Intel там конечно все проще. Хочешь, чтобы все было без сучка и задолинки, значит плати бабосы. Конечно, Intel в плане качества отрабатывают каждый свой рубль, но я понимаю, что это слабое оправдание, потому что в наших реалиях не каждый будет готов столько отдать, а называть продукт лучшим только из-за того, что он дороже, ну аргумент как минимум сомнительный. Всем привет! Миша попросил меня записать короткий ролик с ответом на вопрос AMD или Intel. Если вы смотрите мой канал, то вы прекрасно знаете, что я Intel Boy и я всегда буду топить за Intel. Но нужно высказать объективное мнение, поэтому слушайте. Сравнивать на самом деле Intel и AMD не совсем корректно, потому что Intel все-таки нацелен немножко на другое развитие, нежели чем AMD, грубо говоря, простым языком. У AMD многоядерность и многопоточность у Intel производительность на ядро. Но с новым поколением, а именно Comet Lake эта грань немножко начала размываться и Intel и AMD начинают больше, скажем так, сближаться друг к другу. И рынок, скажем так, реально сейчас переполнен вопросами все-таки, что брать Intel или AMD. К слову, Ryzen 5 3600 overprice. К сожалению, наши ритейлеры любят на новенькое железо заламывать максимальные цены, поэтому ждать каких-то крутых цен на Ryzen 4 4 серии вообще не приходится. И отвечая на вопрос, что же лучше, AMD или Intel? Я лично выберу Intel для себя, но я думаю, ни для такого не секрет, то, что Intel процессоры тоже, к сожалению, overprice. Материнки тоже overprice. Не такой дикий, как в случае, допустим, с B550, но тем не менее, overprice есть. H410 у нас чипсет материнки начинается на 4,5 тысячи рублей. Это очень дорого. И да, я до сих пор не ответил на этот вопрос, а просто лью воду. AMD или Intel? Ни то, ни другое. Покупайте то, что вам по карману. Если говорить про бюджетные сборки, то, соответственно, в большинстве таких сборок будет преобладать AMD, потому что покупать процессор за 10-11 тысяч, если говорить, допустим, про i3-10100, либо за эти деньги можно купить Ryzen 5 2600 по очень лакомой цене, и сюда же еще уместится спокойно в этой цене 10 тысяч рублей, еще материнка. Ну, окей, там не 10, чуть дороже выйдет, но суть в том, что в бюджетных сборках AMD, к сожалению, моему топчик, но это объективно. То есть, если у вас бюджетный компьютер, то берите AMD. Если у вас компьютер дорогой, 100 тысяч рублей и больше, то, соответственно, там Intel. То есть, есть разделение рынка. Бюджетный компьютер, вот этот пласт занимает AMD, а дорогой ценовой сегмент, это уже Intel. Если вам компьютер нужен для монтажа, для софта, для работы, у вас, опять же, бюджет большой, то однозначно, это Intel и видеокарточка Nvidia. Вот, если у вас ограниченный бюджет, то процессоры, Ryzen, ну, типа топчик, вот. но я искренне буду верить и надеяться, то, что Intel снова вернет свое господство. Сейчас, как я и сказал, AMD в тренде и в тренде не безосновательно. То есть, я бы сейчас мог бы побрызгать слюнями на то, что, типа, вот, как так, типа, все равно Intel Top, там, Amuda вшла к этому подобное, но, реально, это все не безосновательно. У AMD гораздо лучше предложение на рынке по соотношению цена-производительность, нежели чем у Intel в бюджетном, опять же, сегменте. Поэтому, берем AMD, если у вас бюджетные компы, если у вас дорогие, хорошие, профессиональные станции и дорогущие игровые компы, то там Intel. Если вам кто-то втирает, блядь, бери AMD, там, или бери Intel, не слушайте нахрен никого. Смотрите по своим задачам. Если вам компьютер нужен для работы, если вам компьютер нужен для игр, там, или еще что-то. В играх одни задачи, даже я вам больше скажу, задачи могут разниться от самой игры, то есть, точнее, требования к характеристикам к самим компьютерам от самой игры также могут разниться. Поэтому, все очень индивидуально и невозможно сказать, какого-то, сделать общий такой вывод, то, что вот все, все берем AMD, либо все берем Intel. У каждого свой вектор развития, каждая компания по-своему развивается. Но в большинстве случаев, опять же, как я сказал, бюджетные сборочки, игровые, бюджетные компы, то AMD. Потому что сэкономили деньги, пускаем видеокарточку, либо там, материночку, хорошую. Вот, а там же его перетилочку, там же его SSD-шечку. Короче, вы сами все поняли. Ну и на этом все. Я не знаю, кому там передавать слово следующее, кто идет в этом ролике. Поэтому всем моим подписчикам приветосики. Я всех вас люблю. Скоро будут крутые видосы, скоро будет комп в мешке. И так, поэтому реклама халявная. Я хочу прорекламиться на канале другого влогера. Подписывайтесь на мой канал. Здесь самые топовые видосы. Бригман Топчик. Рубрика комп в мешке скоро выходит. Это топовый видос, это топовая рубрика. Сборочки будут на канале. Как-то так. Все. Ссылочки будут в описании. Миш, обязательно закинь ссылки. Всем, друзья, приятного аппетита тем, кто кушает или пьет чай под этот видосик. Всех приветствую на канале Мой компьютер. Меня зовут Стас. Я ведущий канала Я так решил. И мне поступило предложение ответить на вопрос, что сейчас лучше Intel или AMD. Сугубо, на мой взгляд, вопрос задан не совсем корректно. Потому что каждая из компаний будет лучше в контексте каждого уникального случая. Если говорить о самих компаниях, очевидно, что Intel сейчас переживает не лучшие времена. Мне кажется, что они еще подвисли немного в том состоянии, когда были монополистами, коими давным-давно уже не являются. Конкуренция хороша, но только для потребителей. Для компаний-гигантов это большая сложность, потому что диктовать свои условия и свои цены уже становится не то, что даже сложным, а практически невозможным. Синий гигант всеми силами пытается нас убедить в том, что им абсолютно безразлична конкуренция с компанией AMD. Они якобы уже наигрались в потребительском сегменте и заняты чем-то более важным. Обучением нейронных сетей, разработками роботов и всего остального. Хотя при этом в этот же момент времени всеми силами пытается в этом же потребительском сегменте с AMD конкурировать. Об этом говорит и обилие различных процессоров на рынке, плюс наращивание мощностей. Количество ядер и потоков растет не по годам, а уже практически по месяцам, если так можно выразиться. И не стоит забывать, что на секундочку в 2017 году 8-ми ядерный, точнее даже правильнее сказать 8-ми поточный процессор считался флагманским. То, что было флагманом три года назад, сегодня начальный уровень игрового процессора. это i3 неплохо в принципе, да? Плюс отказ компании Apple от продукции Intel тоже скажется на компании в негативном ключе в любом случае, но ответ к AMD будет, я практически уверен в этом, когда, конечно же неизвестно, но рано или поздно этот момент случится, этот день настанет и будем надеяться, что на этой самой волне, волне подъема в смысле AMD, не станет тем самым монополистом, коим был Intel. Что касается AMD, а что AMD? Геральт из Ривии, он же Ведьмак, он же и Супермен собрал себя пока на Ryzen, что в принципе здесь еще можно добавить. Всем привет! Меня зовут Олег, я автор технического канала Компуктер. Миша с канала Мой компьютер попросил меня высказаться о том, что я думаю по поводу новых процессоров Intel и AMD. Как байкалбой я абсолютно беспристрастен, поэтому скажу по сухому. Выигрывает всегда тот, у кого более нормальная цена. AMD сделали работу над ошибками, повысив производительность своих камней по всему ценовому спектру, как в играх, так и как всегда. AMD требует связку из норм матери плюс норм память, а на рынке есть модели на бет-чипсет до 5000, плюс оперативка 16 гигабайт, двойной кит, который маму мав и, который тоже стоит от 5к. Новые камни с приставкой XT сейчас стоят диких денег, которых они совершенно не стоят, и за это дизлайк. И как и было раньше, разница в цене между боксовой и АМ-ной версией процессоров Ryzen от косаря, а хочется, естественно, меньше. Но в целом, сохраняя адекватный подход к цене большинства камней, но не на старте продаж, естественно, последнее поколение Ryzen не без причины полюбилось большому количеству пользователей. У Intel тоже много плюсов, просто эти плюсы они стоят после числа 14 в характеристике техпроцессор. Отсутствие на рынке матерей ниже 5000 рублей, отсутствие процессора 10100F в роли самого бюджетного решения для дешевых игровых сборок, его сделать было несложно, я вас уверяю. Старт продаж в России снова, только лишь со старшего чипсета Z490 почти на две недели, но самое главное это отсутствие гиперселерона, хотя обещали, что все процессы будут с гипертрейдингом в этот раз, лоу. Вруны-пердуны. Мне нравится Intel, искренне нравится, просто уже который раз подряд их очередное поколение называют промежуточным. Да, это так, чисто на время, вот полгодика пройдет и там абсолютно новая архитектура, выйдет настоящий прорыв, я это слышу уже не первый год. Вангую, что и мне, и ребятам понравится процессор 10400F, если он еще немного подешевеет. Да и в принципе, люди больше не хотят покупать процесс с графикой, потому что есть чувство, что они платят за пустоту, что как бы да. Intel воспринимается как iPhone сейчас в плане постоянных доплат. Доплата за графику, доплата за гипертрейдинг, доплата за разблокированный множитель, доплата за новую мать, каждое поколение, никто не любит доплачивать. Поэтому пока что в российских реалиях первенство за Байкалом, а если между красными и голубыми, то AMD. Но хотелось бы, чтобы первенство просто не было, и обе стороны делали годноту по хорошим ценам для нас. Тогда никто из них никогда не расслабится. А что нам еще нужно? Всем спасибо. Обнял. Ну что, друзья, мнение коллег вы услышали. Напишите в комментариях, чей ответ вам ближе всего. Мои коллеги были несколько сдержаны и аккуратны на слова. Я же, в свою очередь, сдержан не буду. Я разложу все по полочкам, начну с архитектуры, общей производительности, количестве ядер, тепловыделения и сделаю масштабный вывод. Я думаю, вы понимаете в пользу кого он будет. Ну что, начнем. Знаете, когда появилась архитектура Skylake, на которой синие до сих пор выпускают свои десктопные процессоры? В 2015 году. Так что, если вам показалось, что i7-6700K сильно похож на i3-10100, знайте, вам не показалось. Никто и не спорит, пять лет назад Skylake была классной архитектурой. Поддержка DDR4 14 нанометров, новая шина DMI3, новый Thunderbolt, новая интегрированная графика с поддержкой DirectX 12 и многое другое. Но проблема в том, что с 2015 года она не менялась от слова совсем. На одинаковой частоте с одинаковым количеством ядер процессоры что шестого поколения, что десятого показывают абсолютно идентичную производительность. А AMD на месте, разумеется, не стояла. Да, ее архитектура Zen, вышедшая через два года после Skylake, была хуже всем. Производительность на герц ниже, частоты ниже, полурабочий AVX, да еще и проблемы с высокочастотной ОЗУ. Вышедшая через год 12-нм Zen+, частично проблема исправила. Тут и производительность слегка поднялась и частоты, да и с разгоном памяти стало получше. Увы, до уровня Skylake она не поднялась, но только вдумайтесь, относительно небольшая компания AMD в сравнении с техногигантом Intel за год смогла улучшить свои процессоры, а вот синие за пять лет нет. Ну и последним гвоздем в крышку гроба Skylake стала 7-нм архитектура Zen 2. Производительность на герц у нее выше, так что процессорам Intel, дабы конкурировать на равных с Ryzen 3000, нужно работать на частотах под 5 ГГц. Процессоры научились нормально работать с AVX, что дало отличный буст в рабочих задачах. Более того, CPU AMD на Zen 2 стали бить рекорды по разгону ОЗУ, а ведь еще пару лет назад на Zen Plus 3600 МГц были скорее мечтой. В итоге Skylake крыть стало нечем, совсем нечем, так что архитектурную войну AMD на данный момент выиграла. С выходом процессоров AMD FX компания Intel расслабилась. Оно и понятно, зачем увеличивать производительность и число ядер от поколения к поколению, если уже Core i7 второго поколения недостижимая цель для восьмиядерных FX8000. Вот и получилось, что до 2017 года синие наращивали буквально по 5-7 процентов производительности за поколения, не трогая количество ядер, из-за чего разогнанные i7-2600K нередко выступали на уровне и даже быстрее более новых i7-3770K или 4770K. И тут в 2017 году на синем небе грянул гром. AMD представляет восьмиядерный Ryzen 7 и портит Intel всю малину. Ну да, в играх тот же i7-7700K был, конечно, быстрее и временами ощутимо быстрее на 15-20 процентов, но вот в рабочих задачах восемь относительно медленных ядер закатывали четыре быстрых ядра в асфальт и крыть синим было нечем. Конечно, в хай-энд сегменте у них были восьми и даже десятиядерные модели, только вот стоили они как готовый ПК на Ryzen 7 2800X при лишь слегка большей производительности. Догнать красных Intel удалось лишь спустя года полтора, выпустив восьмиядерный Core i9-9900K. К его производительности претензий нет, даже в стоке он заставлял нервно курить в сторонке топ от AMD того времени Ryzen 7 2700X, а уж под разгоном вообще не оставлял ему шансов. Правда, тут выросли зайчи уши в виде гигантского тепловыделения, но об этом мы поговорим в отдельном пункте. И год назад AMD дала ответочку за Core i9, да такую, что Intel до сих пор крыть нечем. Еще бы, иметь 16 ядер в обычном домашнем ПК года 3 назад было фантастикой. Столько было лишь в топовом Core i9 для хай-энд платформы LGA 2066, которые стоили как высококлассный игровой компьютер. А теперь такой процессор можно достать за вполне вменяемые для него 60-65 тысяч рублей, да и платы с его поддержкой стоят не очень дорого. А что Intel? Да ничего, пару месяцев назад они выпустили линейку Comet Lake, которую можно назвать новой лишь с натяжкой. Процессорами Core i3, i5 и i7 просто подарили гиперпоточность и накинули пару сотен мегагерц частоты, а Core i9 теперь сделали десятиядерным. Помогло ли это ему? Да едва ли. В рабочих задачах он даже до уровня 12-ти ядерного Ryzen 9 3900X не добирается, так что до 16-ти ядерного Ryzen 9 3950X ему как до луны, поэтому ядерную гонку Intel тоже проиграла. Окей, скажете вы, в топах Intel ловить нечего и нужно понимать, что процессор за полсотни тысяч рублей купит далеко не каждый, поэтому, может быть, более простые процессоры семейства Comet Lake дают жару? Увы, нет. Давайте внимательно посмотрим на тесты Core i5-10400F. С учетом того, что его предшественник Core i5-9400F был очень популярен из-за своей не самой высокой цены и наличия шести полноценных ядер с частотой почти 4 ГГц, обновленный камень рискует стать таким же, ведь частота снова подросла на пару сотен МГц, к тому же добавился гипертрейдинг, то есть теперь у него 12 потоков. Короче говоря, по сути, это некогда топовый i7-8700, только дешевле. За новый i5 вам придется отдать порядка 15 тысяч рублей. Какой его прямой конкурент из стана AMD? Очевидно, такой же шестиядерный и 12-поточный Ryzen 5 3600. Стоит он в среднем на тысячу рублей дешевле, однако нужно понимать, что он отлично заработает даже на простых платах на чипсете B450. Увы, в случае с Core i5 вам обязательно нужна новая плата на сокете LGA 1200, и стоимость их не радует. Даже самые простые платы на H410 стоят как неплохие решения на AMD B450, так что, увы, сборка на Intel все еще будет дороже, чем на AMD. Но перейдем к тестам. В Блендер при рендеринге на процессоре Ryzen оказывается быстрее на 10%. При кодировании 4К-видео в хантбрейк процессор от AMD вновь быстрее, теперь уже на 20%. При сжатии файлов силами 7-зип Core i5 снова проиграл на 10%. Ну и завершаем разнос синих в тесте компиляции браузера Mozilla Firefox, где Ryzen 5 3600 в который раз оказался на 10% быстрее. Короче говоря, даже со среднячками у Intel все плохо. Да, гиперпоточность сделала Core i5 10400F быстрее, но все еще до уровня Ryzen 5 3600 далеко, а ведь последний сам дешевле, и платы для него тоже дешевле. А как же игры, скажут некоторые. Итак, в рабочих задачах синие проиграли. В топах сильно, в среднячках слабее, но тоже ощутимо. Ладно, может в играх они отыгрываются. И да, это так, архитектура Skylake пятилетней давности все еще лучше в этом плане, чем новенькая Zen 2. Но не стоит активно радоваться, разница тут на фоне погрешности. Возьмем для сравнения относительно бюджетные CPU, которые все еще без проблем справляются со всеми современными играми. Это Core i3 10100 и Ryzen 3 3300X. Оба они имеют по 4 ядра и 8 потоков. У обоих рабочая частота около 4 ГГц, и к тому же стоят они сравнимо около 10 тысяч рублей. И что же мы видим? В народном разрешении 1920 на 1080 между ними разница всего в 2% в пользу Intel. А если учесть, что ставить Core i3 будут в дешевые платы без возможности разгона ОЗУ, то тут и вовсе Ryzen будет на те же пару-тройку процентов быстрее. Ладно, давайте посмотрим на предтопы, то есть восьмиядерные 16-поточные решения. У Intel это Core i7 10700K, который, как мы рассказывали в выпуске о самых интересных новостях, достаточно популярен сейчас в Европе. Он может буститься на одно ядро выше 5 ГГц. У AMD это Ryzen 7 3700X, частоты которого скромнее, около 4 ГГц, зато у него больше кэша, целых 32 МБ. При этом стоит понимать, что решения красных стоят около 20 тысяч рублей, тогда как CPU синих обойдется на десятку дороже. И что же мы видим? Full HD превосходство Intel неоспоримо около 10%, но едва ли кто-то будет брать восьмиядерный CPU вместе с топовой видеокартой, чтобы играть в таком разрешении. Обычно в дорогих сборках встречаются или 2К или 4К мониторы. И вот тут разница между процессорами уже стирается и составляет всего 2-4%. Стоит ли ради этого переплачивать 10 тысяч за процессор и еще несколько тысяч за дорогую плату на Z490? Да едва ли. Теперь поговорим про тепловыделение. Еще 5 лет назад все шутили про AMD FX, что эти процессоры печки. Собственно, так оно и было. У восьмиядерных решений теплопакет был 125 Вт, а в разгоне еще больше. При этом Core i7 обходились 95 Втами и нередко даже в разгоне потребляли меньше, чем FX-8000 в стоке, выдавая при этом больше производительности. Однако архитектура Zen 2 показала, что вечно сидеть на 14 нанометров нельзя. Уже в случае с шестиядерным Core i7-8700K было видно, что в разгоне он потребляет до 150-170 Вт, что почти вдвое больше родного теплопакета и отвезти столько с учетом терможвачки под крышкой уже проблематично. Восьмиядерный Core i9-9900K поднял планку до 250 Вт, а десятиядерный Core i9-10900K аж до 300 Вт. Для понимания всей глубины той дыры, куда попала Intel, 300 Вт потребляет 64-ядерный AMD 3 Дрипер. Очевидно, говорить о сравнении производительности тут бессмысленно. Core i9 слабее в несколько раз. К слову, даже аппетиты 12-ядерного Ryzen 9 3900X куда скромнее. Ему обычно хватает около 160-180 Вт. И да, он к тому же быстрее. Причем, дошло дело до смешного. В случае с Comet Lake компания Intel требует, чтобы платы соблюдали ее спецификации по теплопакету. И это взялось не на пустом месте. Если раньше материнки на Z-чипсетах закрывали глаза на TDP в 95 Вт и позволяли процессорам ощущать себя максимально свободно по частотам, то теперь это как минимум чревато их перегревом, а как максимум выходом из строя конвертера питания на плате, который может и не исправиться с 300 Вт. Вот и получается, что теперь для полноценной работы того же i9-10900K стоимостью в 50 тысяч рублей вам потребуется плата тысяч за 25 и водянка тысяч за 15. При этом за те же деньги собирается полноценный ПК на Ryzen 9 3900X, который будет к тому же еще и быстрее. Меньше ядер, меньшая производительность на герц, огромное тепловыделение и дорогенные материнские платы с постоянной сменой сокета. Такова текущая реальность процессоров Intel. И даже если постараться, очень сложно найти их плюсы. Ну разве что на 5-10% FPS в играх выше. Но это же просто смешно с учетом разницы в стоимости с аналогичными решениями от AMD. И что самое грустное, Intel в ближайший год не представит бомбическую линейку F CPU, которая утрет нос красным. По последним утечкам, первые 10-нм десктопные процессоры Intel Elder Lake появятся в лучшем случае к концу следующего года. И да, для них потребуются новые платы с новым сокетом, на этот раз LGA1700. Так что еще и совместимость кулеров может потеряться. При этом ожидать высокой многоядерной производительности от них не стоит. В топовом варианте такие CPU будут иметь 8 быстрых и 8 медленных ядер, причем с AVX будут уметь работать только первые. Да, такой процессор вполне может быть достаточно экономичным, но так ли это важно в десктопном компьютере? Да и к тому времени вполне могут появиться первые 5-нм решения от AMD, то есть Intel продолжит отставать по техпроцессу. Ну что, друзья, вы уже готовы перенестись в комментарии? Прежде чем это сделать, я попрошу вас оценить этот ролик, это действительно важно для нас. Самые свежие IT-новости вы можете читать в нашем сообществе ВКонтакте. Там же вы можете найти магазин готовых сборок ПК, где вам персонально соберут компьютер, установят на него бесплатно лицензионную Windows 10, протестируют его перед отправкой, и вы можете почитать отзывы о нашей работе. А я с вами прощаюсь, с вами был Михаил Крошин, вместе с вами я погружаюсь в комментарии. До скорых встреч!